Открытие подземных переходов на Московском шоссе с нетерпением ждут все жители города, и автолюбители, и особенно пешеходы. Ради комфортного и безопасного перехода дорог в будущем, горожане готовы потерпеть временные неудобства. Переход нужен, потому что движение интенсивное, и стопор сейчас ломается, и поэтому переход просто будет щелкать. Мне кажется, нужно, чтобы у меня пробок было. Людям легче на работу добираться будет. Ну и нам тоже безопаснее переходить под землей, чем по этому. Вот я иду с ребенком, он у меня вырвался, а тут уже включили им зеленый свет. На участке магистрали у торгового центра империи подземные работы на полосе, ведущей в город, уже полностью выполнены. Строители постепенно переключаются на вторую часть по направлению из города. Такая же ситуация и на пересечении с улицей Советской армии. На революционной работы начались позже. Однако во время объезда главы города Олега Фурсова по объектам строительства подрядчики обещали ускориться. В Октябрьском районе должны переключить до 12 июня. Они должны, наверное, побольше людей туда, не 10 человек, а побольше, и сделать так, чтобы горожанам было комфортно. Вот. Значит, эта установка была дана, они под ней, так сказать, подписались. За этим лично отслежу и проконтролирую. Пока под землей ведутся работы, часть магистрали перекрыта. Открыть движение изначально планировалось в октябре. Однако глава администрации Олег Фурсов заметил, сохранив качество, сроки работ нужно сократить. Во время объезда по московскому шоссе было принято решение полностью восстановить движение до начала учебного года. Для этого подрядная организация должна привлечь все возможные резервы. Работы после визита там активизировались, работают круглосуточно. Срок окончания всех работ, включая чистовую отделку подземных переходов, 10 декабря текущего года. Марина Матвеевич, Максим Гусев, События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова